Приветствую вас на канале Вау Нейл Дизайн. И в этом видео бомбические текстуры камня, или еще их называют ракушечник и обещанный мастер-класс с разводами гель-краской и спиртом. Четыре варианта, два из них совсем без разводов краской, что упрощает воплощение. И так, четко, информативно, поехали! И начну с синего варианта. В качестве подложки ноготок перекрываю черным гель-лаком с шиммером в один слой и не просушиваю. Если я гель-лак не сушу, он будет выступать в качестве базы, на которую выкладываю вот такие вот крупные ромбы. Беру тонкую кисть, и чтобы ромбы прилипали к этой кисти, смочил ее в обычной базе для гель-лака. Поцепляю кистью ромбы и выкладываю таким вот образом, что у меня получается визуально объемный куб. И еще парочку добавлю по диагонали, чтобы рисунок, узор этот получился как бы из одного угла в другой шел. Просушиваю гель-лак 30 секунд. Именно сажала на гель-лак, чтобы не утолщать дизайн. И лучше всего ноготки практически не укреплять перед этим дизайном, так как дизайн получается достаточно объемный, много слоев. Далее на оставшуюся липкость после просушки гель-лака выкладываю кусочки серебристой потали, также наискосок вокруг этих ромбов. Прокрашиваю данный узор не густой базой для гель-лака прозрачной. На нее выкладываю, но не просушенную на эту жидкую базу, не толстый слой, главное, чтобы приклеились вот эти вот кружочки к амифубике. Их наставляю по уголкам и совсем чуть-чуть, чтобы не перекрыть поталь. Просушиваю базу 10 секунд, и тем временем намешиваю на палитре полупрозрачный молочный гель-лак или камуфлирующую молочную базу и плотный белый гель-лак. Вот именно такой консистенции выбеливаю уголки ноготка, так чтобы дизайн получался наискосок. Именно такой смесью получаются хорошо выбельные вот эти углы. Молочная камуфлирующая база будет очень прозрачной, и они получатся не выбельные, а слегка такие сероватые. Кистью для градиента гребешок растушевываю, свожу на нет вот этот вот переход, делаю его плавным. Суперидеальный переход нам здесь не нужен, так как далее мы его все равно выровняем. Тонкой кистью прохожусь, докрашиваю возле кутикулы, просушиваю 30 секунд. Молочной базой, у меня это полупрозрачный молочный гель-лак, закрашиваю вот эти вот углы наискосок, чуть-чуть их растушевываю и дотягиваю их уже чуть дальше, чем до этого я растягивала градиент молочно-белым. То есть я захожу чуть дальше, тем самым выравниваю вот эту границу, и получается плавный переход, плавный градиент. И вот это по талии, некоторые блестки именно тонут под молочной такой вуалью. Просушиваю 30 секунд и на этом этапе выравниваю ноготок базой для гель-лака. Или это можно сделать конструирующим прозрачным гелем. Если необходимо, переворачиваю, чтобы сформировать правильную архитектуру. Ничего нигде не должно выпирать, но и вместе с тем не нужно делать сильно большой объем, так как у нас еще впереди витражи и перекрытие топом. Просушила базу 30 секунд, теперь буду использовать жемчужную втирку. У меня она с Алиэкспресс, самая дешевая втирка, главное жемчужная. Кистью для градиента, трясущейся такой рукой, волнообразными движениями, нанесла ее на ноготок. Плоской кистью как бы ее втоптала. Втирку я нанесла именно только под ромбами наискосок. Зафиксировал 10 секунд в лампе, чтобы втирка не поползла, когда буду перекрывать витражами. На палитру ставлю каплю фиолетового витража. Вдоль кутикулы, отступая на ноготках клиентки на полмиллиметра, наношу фиолетовый витраж. На палитре смешиваю фиолетовый витраж с синим. Наношу этот фиолетовый синий на ноготок 2-3 миллиметра. А затем уже чисто синий, только тонко. Предыдущие витражи я нанесла достаточно насыщенно. А именно этот наношу, чтобы получить такой нежно-голубой до середины ромбов тонко. Кистью для градиента гребешок перемешиваю цвета между собой такими стягивающими движениями. На кисть я практически не давлю, не нажимаю. Еле касаюсь гель-лака, лишь только помогаю ему и дотягиваю до необходимой мне области. Слегка-слегка нежно таким голубым захожу на жемчужную втирку. Втирку полностью не тонирую. Честно, этот дизайн воспользовался чьей-то чужой идеей. Мне фотографию скинула в инстаграм клиентка. И под ее запрос я сделала данный дизайн. Просушила дизайн 30 секунд. Очень интересно, кстати, будет узнать, а что вам напоминает этот дизайн. На фотографии с инстаграма это были кусочки льда. Ноготок перекрыла глянцевым топом и просушила его 60 секунд. И следующий вариант в качестве подложки перекрываю ноготок карамельной кошкой. Это такой магнитный гель-лак цвета шампанского. Блик очень яркий. Круглым магнитом делаю блик по центру ноготка. Сушу гель-лак 30 секунд. И далее буду использовать всевозможные полупрозрачные хлопья. Похожие очень на втирки единорог. Выкладываю эти хлопья по центру ноготка вот таким вот легким полукругом. Пальцем или кистью притаптываю, чтобы никакие хлопья нигде не торчали. Хлопья выложила на остаточную липкость после просушки гель-лака. Зафиксила 10 секунд. Далее наносить буду фиолетовый витражный гель-лак. У меня он очень плотный и насыщенный. Обрисовываем такой полукруг на свободном крае. И от кутикулы, и до вот этих хлопьев. Точно так же полукругом и не оставляю четкую границу, а так же растушевываю, свожу витражный гель-лак на нет. Просушиваю 30 секунд. Затем беру медно-кофейную втирку. Можно взять медную, золотую любую, какая нравится. Ставлю каплю базы на палитру. И насыпаю пару горсточек этой втирки. Достаточно плотная должна получиться смесь. Прям такая паста. И наношу ее по границе витража внизу, где-то шириной 2-3 миллиметра. А вверху необходимо, чтобы был видно вот этот градиент-переход фиолетового витража. Чтобы скорректировать форму, могу салфеткой с моточного обезжиривателя протереть, вытереть излишки. Зафиксирую 10 секунд в лампе. Затем перекрываю ноготок матовым топом. Если необходимо, выравнивающим слоем. Кстати, на данном этапе уже очень эффектная и интересная идея. Можно оставить уже даже и в таком исполнении. Топ матовый просушиваю 30 секунд. И вот что у меня получается. Вот такой вот замшевый, бархатистый, очень залипательный ноготок. Теперь беру белые акварельные капли и наношу их точно так же полукругом. Наносить могу несколько раз, чтобы получить более насыщенный вот этот белый цвет. И получаются у меня вот такие белые облачка для развода. Могу подождать и продублировать, если мне не хватает. И капель, чтобы прям было много-много вот этот белый. Чем больше его, тем насыщеннее и ярче получатся эти разводы. Жду, когда капли полностью высохнут. И не перекрывая ничем, провожу точно так же полукругом, хаотично, черными акварельными каплями. Жду, что капли полностью высохнут. Мне, кстати, в матовом исполнении этот дизайн тоже понравился. И мне захотелось добавить еще большей красоты. Я взяла фиолетовую или даже лиловую втирку и нанесла ее точно так же полукругом. И чтобы она не поползла по топам, промазала базой для гель-лака. Просушила 10 секунд и перекрыла ноготок выравнивающим слоем, глянцевым топом без остаточной липкости. Честно, из этих четырех вариантов я даже не знаю, какой мне понравился больше. Но точно могу сказать, что клиенткам хватит на месяц ощущений и впечатлений разглядывать, что же там внутри. Просушиваю 60 секунд. И третий вариант. Ноготок в качестве подложки перекрываю светоотражающей кошкой. У меня он такой бледно-розовый. Для кошки сам гель-лак этот достаточно плотный. Я наношу его слоем погуще, чтобы был как можно ярче вот этот вот блик. И круглым магнитом, такой палочкой, делаю блик сначала по центру и формирую его по диагонали наискосок ноготка. Просушиваю гель-лак 30 секунд. И затем на оставшуюся липкость после просушки гель-лака выкладываю у меня такая золотисто-медная поталь. То есть разводы от малинового, медного и до золота. Плоской кистью приглаживаю, разравниваю кусочки потали. Затем буду использовать разные хлопья-юки, но именно прозрачные, очень похожие на втирку-единорог. По центру их стараюсь не класть, а кладу вокруг вот этого диагонального блика и по углам. Чтобы ноготки были менее объемными, можно остойти и в таком же варианте. Но чтобы было вах-вах, я промазала базой для гель-лака и на жидкую базу по углам. По периметру выложила шестигранники малиновые и медные. Просушила базу 10 секунд. И после этого ноготок необходимо будет выровнять базой для гель-лака. Чтобы никакие уголки этих шестигранников не торчали, базу просушила 30 секунд. Вытираю липкий слой базы, чтобы проверить, что нигде ничего не торчат. Если необходимо, можно подпилить, чтобы уголочки не выпирали. По центру наношу неоновый розовый витражный гель-лак и вокруг него где-то по 4 мм насыщенный или темно-красный витраж. Перемешиваю их кистью для градиента между собой, делая плавный переход и в центре делая такой более малиновый блик. На палитру наставляю по капле насыщенно темно-красного и фиолетового. Перемешиваю их между собой и получается очень красивый цвет, очень близок к черному, почти черный, бордово-фиолетово-коричневатый такой, бургунди или еще марсала называют этот цвет. Кистью для градиента перемешиваю. Витражи у меня все пока в жидком состоянии. Нанесла я эту темную кутикулу, растушевала и на свободные краи растушевываю от низа к верху, как к центру. Тем самым получаются вот такие вот затемненные области, тоже точно так же по диагонали, как сам этот блик. Уже даже в этом состоянии офигенный эффект получается. Просушиваю витражи 30 секунд, перекрываю ноготок матовым топом. Топ матовый необходим для того, чтобы тонко и красиво растекались вот эти вот белые или черные разводы. Сушу топ 30 секунд. Далее подготовила кисть. У меня это четверочка, рублев, синтетика, плоская, ровная кисть. Черная гель-краска. Набираю небольшое количество, буквально на два мазка, наношу на палитру. И именно на палитре буду смешивать либо со средством для работы с полигелем, либо с антисептиком. В этом варианте покажу жидкость для работы с полигелем. Капаю именно рядом, буквально каплю, и она растекается не на краску, а рядышком. Кистью как бы глажу по палитре, тем самым перемешивая краску с жидкостью. И совсем кончиком, уголком окуная в плотную краску. То есть у меня набрана жидкая краска с жидкостью, и совсем-совсем кончик, доля миллиметра, уголочек окунаю в густую гель-краску. И волнообразными движениями, такой дрожащей рукой провожу разводы. В чем суть? Чтобы получить более прозрачные эти разводы, домешиваем чуть больше жидкости. Все это делается на палитре, и мы сами контролируем и регулируем, насколько плотные, или насыщенные, или прозрачные будут эти разводы. А уголочек, чтобы получить вот эту вот четкую такую рваненькую границу, черную или белую, окунаем в плотную гель-краску, не разбавленную жидкостью. Каждый слой разводов промежуточно просушиваю в лампе. Делаю их точно так же наискосок. По мере того, как жидкость на палитре у меня будет высыхать, а она достаточно быстро испаряется, капаю еще и еще. Просушиваю дизайн 30 секунд, и перекрываю ноготок глянзым топом без остаточной липкости, слегка выравнивающим слоем. Черные разводы на темно-красном, конечно, не самый наглядный вариант. Следующий дизайн покажу именно с белыми разводами. В этом варианте на палитре более наглядно смогла показать, как же набираю на кисти и каким образом делаю разводы. Просушиваю топ 60 секунд. И следующий вариант. В качестве подложки перекрываю черным гель-лаком с шиммером. Просушиваю его 30 секунд. Затем наношу светоотражающий кошачий глаз, кошку. Можно выбрать любого оттенка, цвета шампанского, но какого-то нейтрального. У меня это такой бледно-розовый. Наношу как бы таким пятном, кругом по центру. Кистью для градиента растушевываю слегка в разные стороны. Магнитом, палочкой, круглым делаю блик по центру. Просушиваю гель-лак 30 секунд. И на оставшуюся липкость после просушки гель-лак выкладываю кусочки серебристой потали. Плоской кистью приглаживаю, разравниваю. Фиксирую 10 секунд в лампе. Весь этот блик и кусочки потали закрашиваю неоново-розовым витражом. По контуру чуть-чуть наставляю капли насыщенно-темно-красного. Растушевываю их. Получается у меня такой переход малинового. И в центре ярко-розовый. Доставляю еще 2 капли и растушевываю их по диагонали. И получаются безумно красивые переливы. Горящие вот этот ярко-розовый, неоново-розовый, переходящий в малиновый, ярко-красный и темно-красный. Просушиваю витражи 30 секунд и перекрываю ноготок матовым топом. Топ сушу половину времени 30 секунд. И далее буду использовать гель-краску белую. Наношу ее точно так же на палитру, как в предыдущем варианте. В этом варианте буду использовать антисептик. Точно так же плоской прямой кистью. Размешала эту белую гель-краску с жидкостью. Чем больше жидкости, тем прозрачнее получаются разводы. А кончик кисти окунаю в густую краску. Если эти разводы начинают полосить, это означает, что краска уже подсыхает. Жидкость испаряется. Значит просто необходимо добавить больше жидкости и размешать краску с ней. Или второй вариант, при условии, что всего достаточно, но все равно полосить, значит слишком много гель-краски, больше чем жидкости. И еще плюс сильно давите на кисть. Почти не касаясь, легкой-легкой, тогда получаются именно вот такие разводы легкой вуали. Не нужно давить на кисть. Кисть должна быть еще плюс ко всему мягкой. Если кисть не новая, уже достаточно старая или плохо промыта, соответственно она будет жестче и будет давать вот эти вот разводы полосы. Разводы могу скорректировать, провести повторно по этому разводу, если мне не нравится его форма или прозрачность. Пока развод не просушен, могу пройтись по нему повторно. Просушу, фиксирую промежуточно в лампе и делаю разводы вторым слоем, уже немножечко в других областях и чуть-чуть другой формы. Том главное тоже сильно не увлекаться, их не должно быть сильно много, иначе сильно нагроможденный получится дизайн и можно все испортить. Просушиваю окончательно разводы 30 секунд и перекрываю ноготок глянцем топом без остаточной липкости, если необходимо, слегка выравнивающим слоем. Сделала этот дизайн именно в таких тонах, красно-малиновых, так как эти цвета достаточно востребно популярны у клиенток. И плюс в сочетании с этими разводами напоминает какой-то цветок, розу или пион. Топ просушиваю 60 секунд и подборочка бомбических текстур готова. Что скажете? Очень интересно узнать ваше мнение, какой дизайн по-вашему самый красивый из этих четырех. Проверим, какие же будут наиболее востребованные на клиентках. Да, и еще очень интересно узнать, не устали ли вы от этого дизайна и ждете ли мастер-класс в этой технике, но уже в зимнем или новогоднем исполнении. А также не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно, я буду видеть, что вам нравится мое творчество. И подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. До новых встреч!